Здравствуйте, уважаемые мои женщины, которым за, которые себя поставили на интернашнл веб-сайт или собираются только это сделать для того, чтобы найти себе партнера за границей и построить остаток своей жизни в благоприятной, благополучной стране с благополучным мужчиной, как они думают. Очень много на ютубе женщин, которые рассказывают о своей жизни после того, как они вышли замуж за американца, переехали сюда, они показывают, что у них есть дома, что у них есть машины, что они питаются органическими продуктами и ездят за границу путешествовать, и что всё у них хорошо, и жизнь их в шоколаде. Я не хочу вас вводить в такое заблуждение, потому что я знаю очень много женщин, я знаю очень много примеров, когда женщина не хочет просто рассказывать о том, что на самом деле брак её неудачный, в браке она несчастна, и что она не находит, что её жизнь сейчас в Америке лучше, и чувствует она себя лучше, чем она жила и чувствовала себя в своей стране. Почему? Во-первых, американский мужчина, он очень экономный и практичный. Мы можем сказать, и некоторые женщины, которые сюда приехали, они говорят, что американские мужчины, они жадные. Ну, послушайте, ну вы не можете судить за свои колокольни, приехав сюда из другой культуры. Нужно всегда помнить, когда вы переезжаете в другую страну, что вы переезжаете в другую культуру, и это очень трудно адаптировать её под себя. Мы не можем надеяться на то, что если мы молодые, если мы красивые, если мы умные, и если мы очень хороши в сексе, и это всё покажем своему избраннику за границей, то он с простостёртыми руками просто отдаст всё то, что у него есть, и будет отдавать в последующем все годы, живя вместе с вами. Этого происходить не будет. То есть американская культура, она подразумевает равноправие между мужчиной и женщиной. И это равноправие, я бы так сказала, в первую очередь деждится на том, что оба партнёра должны зарабатывать деньги. Ну, бывает такое и очень часто, когда мужчина хорошо зарабатывает, и для того, чтобы воспитывать детей, жена, она оставляет свою работу и воспитывает детей. Она не работает. Но если такие браки в конце концов распадаются, и мужчина и женщина разводятся, то следующий брак мужчина будет строить на том, чтобы всё-таки найти женщину, которая будет зарабатывать деньги, которая будет стремиться работать хоть как-то, но какие-то деньги приносить в общую копилку. Поэтому, милые женщины, когда вы сюда приезжаете и думаете, что вы будете сидеть на шее у своего мужа, и даже если и муж вам скажет, что необязательно идти и зарабатывать деньги, я хочу вам дать такой совет. Идите и зарабатывайте деньги. Любым способом ищите, как вы будете зарабатывать эти деньги, потому что в один из дней вы начнёте чувствовать, что вы находитесь в клетке, что ваши права попираются, что на вас экономят, что вас используют, и что вы не чувствуете, что на самом деле вы свободны и свободны делать всё то, что вы привыкли делать, живя у себя в стране. То есть здесь нет такого, что мужчина он должен, он обязан, он добытчик. Какие заблуждения у наших женщин, которые сюда приезжают? Первое, что начинает делать наша женщина, она проводит очень много времени на кухне, она готовит своему мужу всё, что она может, самое вкусное, самое лучшее, она показывает себя, какая она хозяйка. Она за собой ухаживает, она каждый день красится, она делает причесочку, она одевается. И мне даже доводилось видеть таких женщин, которые умудрялись приехать из какой-нибудь деревни Васюки и ходят дома на каблучках и говорят, что они всегда ходили там у себя в деревне на каблучках в квартире. Ну, это, конечно, перегибы, то есть я не осуждаю никаких женщин, это просто рассказывает то, что я наблюдаю. Значит, эта женщина будет всячески стараться угождать мужчине, она будет ему говорить, какой он, рассказывать, что он такой принц, и что она гордится им. И мужчина будет на самом деле рано или поздно, я вам хочу сказать, подумать о том, что он на самом деле принц, то есть вы его планку повышаете, но эта планка не будет повышаться, милая женщина, для вас или на пользу вам. Ещё я хочу отметить такую ошибку наших некоторых женщин, которые думают, что если они выйдут замуж за мужчину гораздо старше себя, сюда, за границу, то такой мужчина будет ценить её молодость и будет всячески материально её обеспечивать. Это тоже большая ошибка, потому что нормальный американский мужчина, который занимает соответствующую такую социальную нишу в американском обществе, во-первых, он никогда не привезёт женщину сюда намного моложе себя, потому что общество относится отрицательно к таким неравным, так будем говорить, бракам, и они будут себе искать равную женщину себе по возрасту. Поэтому, женщины, если вы надеетесь, что гораздо старше мужчина, который вас сюда привезёт, будет только по этой причине обеспечивать вашу счастливую жизнь, то вы далеко заблуждаетесь. Очень много примеров, когда молодая женщина, которая сюда приехала и вышла замуж за более старшего мужчину, она всё равно этим мужчиной выталкивается из своей жизни только по той причине, что он уже насладился, что он уже нажился с ней и тратиться он на неё не собирается, и делиться своим состоянием или будущими деньгами, которые он заработает на свой ретайрмент, он тоже с этой молодой женщиной не собирается, потому что он её рассматривает как что-то временное в своей жизни, и он найдёт массу причин и способов, как избавиться от этого брака и как выставить эту молодую женщину на улицу без денег, независимо, родила уже это ему женщина, ребёнка или нет. То есть это происходит очень часто. Поэтому, дорогие женщины, я хочу, чтобы вы знали, когда вы сюда приезжаете, независимо от того, будет вас заставлять этот мужчина подписывать брачный договор ввиду того, что у него есть какие-то assets, то есть он чем-то обладает, это инвестиции, это какая-то недвижимость или это ретайрмент план, который у него уже достаточно большой, и он не хочет с вами делиться ни сейчас, ни в будущем. Или это мужчина, у которого вообще ничего нет, кроме, как говорится, его бедности и недостатков, и он такой договор с вами не собирается подписывать, потому что и делить-то, в принципе, будет нечего в случае развода. Вы должны понимать, первое, что вы должны сделать, когда приезжаете в страну, это осмотреться внимательно, это начать изучение языка. Если у вас есть возможность ходить в школу по изучению языка, значит, идите в школу. Если у вас нет такой возможности, учите язык сами на дому. Очень много информации на YouTube, я так думаю, что даже и классно не нужны. Если у вас есть желание, если у вас есть мотивация к изучению языка, вы всегда найдете способ, как его выучить. Затем не засиживайтесь дома, не впадайте в зависимость от своего мужчины, неважно, какой он хороший или он нехороший, он все время, рано или поздно, поскольку здесь отношения подразумевают равенство в финансовой точке зрения, то рано или поздно эти отношения начнут шататься, рано или поздно вы начнете разочаровываться в своем муже, потому что он будет экономить буквально на всем. Не важно, сколько у него денег, не важно, он богатый или бедный, он все равно будет экономить. Значит, вам нужно искать работу, вам нужно начать зарабатывать, вам нужно вкладывать деньги в общие расходы. А еще самое лучшее, чтобы я вам посоветовала, не смотрите на свой возраст, не думайте, что уже поздно получать какое-то дополнительное образование, да еще тем более за границей, и вам или лень, или вы боитесь, не бойтесь, не ленитесь, потому что вас сама жизнь рано или поздно потом окунет в то, что вы будете жалеть, что в тот момент, когда вы переехали и были еще относительно молоды, вы не пошли учиться, и не получили какое-то американское образование, потому что неважно, кем вы работали там, или вы были бизнес-вомен, или у вас какие-то были накопления, которые будут быстро иссякать, или которые вы оставили в России для своих детей, для своих внуков, в любом случае вы сюда приехали, у вас их нет, и у вас их, значит, у вас их, в любом случае у вас их нет, и у вас их не будет, поскольку вы не работаете, то вам нужно идти получать образование, и, значит, без бумажки в Америке вы никто. Получив образование и начав работу, вы еще успеете построить здесь себе какую-никакую, но карьеру, но надо стремиться получить здесь хорошее образование. До того, как вы подпишете свой брачный контракт, или вы его не подпишете, до того, как вы зарегистрируете свой брак, вы должны попробовать обговорить эту тему со своим будущим мужем, потому что образование, если у вас нет денег, получить будет здесь очень трудно, потому что на это нужны деньги, вы должны его попросить или поставить в известность о том, что вы хотите. И вообще я бы вам советовала, что вы должны в будущем, будучи в браке с американским мужчиной, всегда озвучивать свои желания. Во-первых, потому что мужчина вообще, в принципе, независимо от того, в какой стране он живет и из какой культуры он, он не понимает, что женщина подразумевает и хочет ему сказать, если она ему этого не говорит. А особенно это в американской культуре. Женщина должна озвучивать сразу и всегда свои чувства, свои желания, свои пожелания, и тогда мужчина будет прислушиваться и во всяком случае, хотя бы примерно, он будет знать, чего вы от него ждете и чего вы от него хотите. Образование, которое вы можете получить, оно может быть совершенно отличным от того, что вы уже имели и от того, кем вы работали, основную часть своей жизни у себя в стране. То есть на самом деле Америка это страна больших возможностей, это страна, где можно начать свою жизнь сначала. И это очень прекрасно. И не думайте, что если вы приехали, как говорится, свалились на голову своему мужу, который какое-то первое время обеспечивает вас, что он будет это делать с удовольствием до конца своих дней. Не будет он это делать с удовольствием. Рано или поздно ваш партнер будет вам говорить, что вы ничего не принесли, что вы не внесли ничего и ожидать вы ничего не можете. Вот сколько он вам дал, сколько он распределил, сколько он считает нужным. Он считает нужным, а не вы. Столько вы и будете тратить. И никуда вы от этого не денетесь. Потому что куда вы денетесь, если вы не зарабатываете свои собственные деньги. Поэтому для того, чтобы отношения были равные, вам нужно идти и зарабатывать деньги. Вот я не верю в то, когда наша женщина рассказывает, что она вышла замуж за американца, и он ее снабжает деньгами, она часто ездит домой за его деньги, ничего при этом не делая, никаким образом не зарабатывая деньги. Что этот американец помогает ее родителям или детям, которые остались в России, вот просто так, за то, что вот она такая прекрасная женщина. Что этот американец отписывает, что этот американец поставил ее имя на свой ретайринг-план или на какие-то свои инвестиции. Этого нет и никогда этого не будет. Еще раз вам повторяю, что ваша жизнь, ваша судьба в ваших руках. Ну хорошо, что вы вышли замуж, вы нашли себе, ну по вашим меркам нормально, относительно нормального мужчину, в котором вы видите какой-то потенциал, с которым можно доживать эту свою жизнь. А не так, что временно вы посмотрели, что нет, этот вам мужчина не подходит, но вы потерпите. Когда вы получите документы, вы его бросите с ним, разведетесь и найдете себе наиболее удобного подходящего партнера здесь уже в Америке. Вы не думайте об этом, такие планы вы себе не строите. Вы подумайте лучше быстренько о том, как себя в этой стране снова слепить и сделать успешным. То есть дать себе время, вот приехали, скажите, я даю себе столько-то и столько-то время для того, чтобы стать в этой стране независимой и успешной. Независимо от того, будет у меня мужчина, будет мой муж на всю оставшуюся жизнь моим мужем здесь или нет, но я должна прежде всего сделать себя. И начинайте это делать. Опять же, делать это нужно только через образование, местное американское образование. Подумайте о том, сядьте и подумайте о том, чем бы вам хотелось заниматься. Может быть, вы захотите продолжить свою карьеру, кем вы были у себя на родине. Может быть, вы были медиком, может быть, вы были инженером. Или, то есть, если у вас было какое-то хорошее образование, или юристом, или еще кем-то. Это можно продолжить здесь. Эвалюировать свои дипломы тоже можно. Они принимаются. То есть, когда вы посылаете все свои документы в medical boards, они вам рассматривают, и они вам говорят, какие экзамены вам нужно сдавать. И вы начинаете брать эти экзамены, изучать язык, изучать литературу, готовиться к экзаменам и сдавать. И сразу себя надо настроить на то, что этот путь будет нелегким. Этот путь может оказаться очень долгим. Но вам нужно набраться терпения. Терпения в Америке, хочу сказать, вам придется набраться очень много. Поэтому, милые женщины, не сидите, не ждите манны небесной. Мужчина только тогда начнет вам доверять и только тогда согласится делиться с вами своими капиталами, если он увидит, что вы хотите чего-то в этой жизни, что вы не приехали сесть на его шею, что вы собираетесь зарабатывать деньги, что вы креативная натура, и что с вами можно доживать свою жизнь без опаски. И вот когда мужчина, в тот момент, когда он перестает опасаться вашего присутствия, перестает опасаться, что вы приехали для того, чтобы урвать от него его честно заработанные деньги, со временем он начнет расслабляться, со временем он начнет делиться. Поверьте мне, рано или поздно, если вы выдержали его проверку, а что вы хотите? Да, вы должны выдержать эту проверку. Не только он выдерживает вашу, но и он должен выдержать. То есть вы должны выдержать его проверку. Вот только тогда вам откроются другие отношения. Вот только тогда, когда вы оба пройдете этот экзамен на доверие друг к другу, только тогда он начнет расслабляться, он начнет вам доверять, и он начнет с вами делиться, как с равным партнером. Я знаю, что некоторые женщины будут возражать всему тому, что я сегодня записала на свое видео, но я это говорю не о всех ситуациях, которые могут 100% сложиться у вас, когда вы переезжаете в Америку, а в большинстве ситуаций. И хочу вам подсказать, как же все-таки правильнее будет построить правильные отношения здесь, в обществе о материальных отношениях, в обществе с большими возможностями. Это подразумевает тяжелый труд, это подразумевает долгое время становления вас как личности в новом обществе. Я вам всем желаю успеха в вашей новой жизни, с вашим новым партнером жизненным. И очень хочу, чтобы ваша жизнь здесь удалась, если она не удалась у вас в вашей стране.